это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня миллионы огней музей шоколада и резиденция деда мороза как рязань встретила новый год всевидящее око государева сегодня день прокуратуры чувствуя поддержку в рязанском управлении росгвардии накануне дня печати наградили журналистов в том числе и наши не спели оглянуться как прилетели новогодние праздники и на пороге уже старый новый год с которым завершится и череда праздничных мероприятий а впечатление в рязани было действительно хоть отбавляй марина романюка ключевых точках городского празднования каждый год уже в середине декабря город загорается огнями гирлянд а на площадях вырастают красавицы елки в этот раз рязань украсили особенно нарядно лыбинский бульвар горит миллионами огней каждое дерево сияет тщательно обвитой гирляндой великолепием отличаются и праздничные деревья возле цирка с куполом словно из сказки а к примеру в лесопарке в этом году елка особенная ее украшали сами рязанцы крашена игрушками ручной работы которые делали ребята по всему городу из различных учебных учреждений школ детских садов вместе своими родителями поэтому наша елка уникально неповторимо плюс ко всему нам повезло что именно на нашей елочке в лесопарке красуются игрушки победителя у нас проходил кстати праздник посвящен открытию этой наши такой концерт приходили зрители любовались фотографировали кто-то непосредственно свои игрушки приходила рассматривал искал вот таким образом организаторы изначально задали очень теплый тонн мероприятия в связи с чем количество людей которые праздничные события посетили достигло семидесяти тысяч человек большой популярностью среди рязанцев и гостей города пользовались экскурсии в рязанский кремль музей истории рязанского леденца а также новые но уже достаточно известные музей пахнет хлебом и музей истории рязанского шоколада яркие световые инсталляции и фото зоны семейные анимационные программы необычные экскурсии и другие мероприятия порадовали в эти праздничные дни большое количество гостей и жителей города самым главным событием я думаю можно назвать конечно же открытие резиденции дедушки мороза который ждал юных посетителей и их родителей и бабушек и дедушек к себе в гости ребята рассказывали стихи пели песни получали от дедушки подарки ценные советы и конечно же надеялись на исполнение своих желаний основными центрами притяжения стали улица почтовая лыбецкий бульвар территория хлеб завода номер один торговый городок и лесопарк с артплощадками день рождения нового года фестивалем ледовых скульптур новогодней ярмаркой и катком а также резиденции деда мороза популярной локацией семейного отдыха стала мастерская снеговика с разнообразными мастер-классами рекреационными и фото зонами большой интерес также вызвали проекты рязанский почтальон и катание на тройке сегодня день российской прокуратуры ровно 301 год назад своим указом петр первый учредил надзорное ведомство первым генеральным прокурором россии стал граф павел ягужинский в рязани же есть свои первопроходцы абсолютно точных данных о назначении первого прокурора в рязанском крае не сохранилось 18 век все-таки но в старинных фолиантах указано что на 13 июня 1729 года прокурором при рязанской воеводской канцелярии состоял алексей иванов сын желобова то есть алексей иванович желобов вполне возможно что он и был первым прокурором на рязанской земле древняя рязанская фамилия ведущий свои корни еще 17 века на рязанской земле то есть возможно статус этого человека его знание его дворянские корни его но статус уважаемого человека послужил к тому чтобы вот мы его считали родоначальником скажем да всей прокурорской системы рязанской области современные органы прокуратуры были сформированы на основе федерального закона о прокуратуре российской федерации от 1992 года в нем частности был упразднен надзор за исполнением законов гражданами введен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность в июле 2009 на прокуратуру возложили обязанности по антикоррупционной экспертизе правовых актов и уполномочили требовать от органов власти устранение коррупционных факторов с момента образования по сегодняшний день прокуратура как единая централизованная система служит гарантом правовой стабильности обеспечивает порядок и справедливость соблюдение конституционных прав граждан предпринимателей законных интересов государства и общества за прошлый юбилейный год надзорному ведомству удалось добиться новых весомых результатов которые оценены руководством генеральной прокуратуры российской федерации о чем свидетельствует тот факт что 16 работников прокуратур рязанской области награждены ведомственными наградами сегодня прокуратура это по сути единая система федеральных органов чьи полномочия не ограничены лишь надзором за исполнением законов это то самое око государева которым наверное и задумывал структуру ее основатель петр первой чья основная суть поступать строго по закону еще один праздник у следователей пока еще впереди они отметят его 15 января в этот день был образован следственный комитет российской федерации в перед двери праздника о самом резонансном поговорили с руководителем одного из отделов александром логиновым это было одно из самых громких уголовных дел прошлого года пусть и само событие произошло в октябре 20 расследование было долгим и весьма непростым как в настоящих детективах следователи искали малейшие зацепки на трассе м5 мужчина сбил велосипедиста парень после аварии получил не смертельные травмы но в итоге скончался вместо помощи водитель оттащил его в кусты и засыпал ветками из рязани убийца уехал сначала в ульяновск потом саранска и самару в одном из этих городов он сдал свою газель на только одно из множества дел в 2022 году мои следователи расследовали больше 120 уголовных дел вот из которых больше половины относятся категории тяжких и особо тяжких расследование направлено суд больше 10 убийств такое же количество изнасилований в этом же списке и преследования должностных мздоимцев пять дел о факте получения или дачи взятки служебные подлоги по итогу 22 года александр логинов работу рязанского мсо оценил на отлично правда сама работа следователя от кинематографичной картинки отличается сильно например в кино за одну минуту проводится несколько десятков экспертиз а виновных мучает совесть и они признаются под тяжестью улик в реальности чаще преступники изворотливее тот же водитель что сбил парня придумал с десяток алиби и виновника наказали благодаря хорошей работе следственного отдела но такие дела как признался александр логинов только закаляют следователя когда следователь видит конечную цель своего уголовного дела когда он сам убежден в виновности человека собирает доказательства по нитке по маленьким частичкам но в итоге все это складывается в большую доказательную базу вот тогда наступает действительно победа вот тогда наступает настоящий интерес к работе вот тогда ты понимаешь что ты направленный по придешь по правильной дороге ты на правильном пути 15 января это день работника следственных органов александр логинов рассказал что следователям желают усидчивости и усердности и внутреннего стержня валерий седов михаил лазуткин телекомпания город управление росгвардии региона подвело итоги взаимодействия со средствами массовой информации за прошедший год сегодня наградили представителей журналистского сообщества которые активно освещали деятельность ведомства среди них оказались и представители нашей телекомпании накануне дня печати подведение итогов взаимодействия со сме от управления росгвардии уже стало традицией 13 января в россии отмечается профессиональный праздник работников печати средств массовой информации журналистов день российской печати от коллектива управления росгвардии по рязанской области и от себя лично поздравляю всех вас благодарны вам за внимание служебным будням наших сотрудников военнослужащих за качественные объективные материалы о деятельности войск национальной гвардии в нашем субъекте в 2022 году в связи с участием специальной военной операции мы перестраивали работу корректировали силы и средства для выполнения всех поставленных задач поэтому здесь хотел бы выразить вам и подчеркнуть что в этих условиях мы все ребята которые выполняют все поставленные задачи специальной военной операции читаем ваши новости о нашем ведомстве чувствуем вашу творческую поддержку поддержку всего общества спасибо вам за это Росгвардия ведомства открытое к сотрудничеству со СМИ широкое освещение получают учения операции осуществляемые сотрудниками работа Росгвардии изменилась по понятным причинам они все равно продолжают идти к нам навстречу отвечать на наши журналистские запросы и всегда оказывают помощь в съемках и поэтому удается рассказать о тех деталях тех тонкостях их работ которые хотелось бы осветить и это очень здорово и за это мы тоже им сильно благодарны мероприятия проводимые Росгвардией регулярно освещаем в эфире и мы в рамках наших программ благодарность за тесное взаимодействие получили корреспонденты Марина Романюк и Валерий Седов период рождественских праздников издавна считался самым таинственным и подходящим временем для гаданий в рождественскую ночь люди не упускают возможность при помощи различных обрядов узнать свою дальнейшую судьбу считается что все предсказанное в этот период сбывается что такое колядки жители Рязани знают прекрасно а вот происхождение названия не очень и так само слово коляда это имя так по мнению исследователей в славянском языческом пантеоне звали одну из богинь плодородия за то как проводить колядки у всех на устах колядки это еще в детстве когда я была маленькая к нам приходили я жила не здесь не в Рязанской области а на Кубани там у нас были развиты эти колядки я была маленькая сняла у дедушки у нас по кучкам были разложены конфетки, прянички, печеница и дети приходили вот они нам колядовали и мы их угощали а сейчас к нам никто не ходит и вы знаете в городе сейчас вообще разрозненное такое как-то соседи даже не дружат друг с другом ребята приходят колякают и вот мы им даем конфетки а часто вообще приходят? ну вот придут к Новому году старому Новому году ну да и вот они в Рождество приходили а потому что они не приходят там я в деревню еду поэтому там я так знаю а тут в городе никто никуда не ходит ходят просто наряженные дети поют песни связанные с каким-то образом с Рождеством с праздником и им кидают в мешок угощения сладости там всякие конфеты ну вот мне кажется что в деревнях это более распространено в городе наверное по квартирам не каждый откроет потому что если только в школах где-то там в садах более современный способ соблюдения рождественских обрядов гадания кто-то на колечке кто-то на блюдечке самые продвинутые на картах Таро прекрасно относимся к гаданию гадаем когда сбывается верим когда не сбывается не верим на чем гадаете? на картах Таро ну в принципе если говорить про вот эту вот часть которая относится к гаданию именно через карты Таро то мне кажется в большей степени нужно понимать что это вероятное отношение того что может случиться то есть карты они могут предопределить будущее ответить на какой-то вопрос но он не будет точно потому что все-таки обстоятельства они меняются у меня вера в то что если хорошие роллы хорошие расклады для тех кто хочет узнать свою судьбу сейчас самое время начались святки это две недели зимних праздников от рождественского сочельника 6 января до крещения 19 января считается что особо точными предсказания бывают в так называемые вещи вечера 13 и 18 января в крещенский сочельник Валерия Никонова Михаил Лазуткин телекомпания Город на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3wgorod62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok